Сегодня я буду делать национальное сибирское блюдо. Это борщ из борщевика. Так выглядит съедобный борщевик, борщевик сибирский. То есть можно отличить от другого несъедобного борщевика тем, что розетки, видите, вид другой совсем у неё, и листья. Понадобятся листья. Хотя можно и со стеблей тоже делать. Но нам для того, чтобы сделать борщ, для такой средненькой кастрюльки небольшой, достаточно будет одного такого листочка. Вначале это, конечно же, отвариваем мясо. Я обычно сразу соль добавляю. Кто-то, конечно, там не делает. Пока мясо варится, я буду делать поджарку. Для поджарки понадобится лук репчатый, морковка и свекла. Можно ещё и добавить чесночок. Музыка. Пока. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Для тех, кто может быть делает впервые или если вы привыкли к этому запаху, вкусу капусты и просто не представляете себе борщ без капусты, то можно добавить капусту. Продолжение следует... Но вот что нужно, чтобы именно был такой вкус? Сладко-кислый. Я никогда не добавляю ни сахара, ни уксуса туда. Но как сделать это, чтобы был сладко-кислый? Очень просто. На самом деле, те натуральные продукты, которые мы сейчас добавляли, то есть я сейчас сделал, да, это морковка, свекла, лук, они придают сладкий вкус. Чем больше морковки, да, свекла и лука, тем более сладкий он будет. И наоборот, да? Ну, а за счет кислый, чтобы получился кислый вкус без уксуса? Ну, для этого, конечно же, понадобится, да, борщевик. Борщевик, он дает кислый вкус. Чем больше борщевика, тем более кислый получается. Чем меньше, тем менее кислый. То же самое, как квашеная капуста, да? В данном случае только борщевик выполняет эту роль капусты. Так что вот так вот. Вы можете экспериментировать со вкусом, проверять, что добавить, в каком количестве это делать, чтобы самим дойти до того, чтобы сделать идеальные пропорции для своего борща. Добавлю, чтобы побольше огонь был. Надо будет помешать нашу поджарочку. Лучок, чтобы не подгорело. Желательно такой средний огонь. Ну, как обычно, так же, как... На газ плите тоже так же. Все, теперь добавляю картошку. Пусть картошка варится. Все то, что я сейчас делаю на костре, то же самое можно делать спокойно в квартире. Просто на костре приобретается еще такой вкус своеобразный. Знаете, почему я сейчас сюда картошку добавил, а капусты не добавил? Потому что она будет твердая, да, картошка. Можно час варить, если вот сразу вместе картошку с капустой, можно час варить, и она будет твердая. Это там больше часа, часа два, наверное, надо, полтора-два часа, чтобы картошка разварилась. Поэтому приходится вначале картошку, она сварится, и после этого только капусту. Можно, конечно, ее и зажарить в капусту, тоже вариант. Я тоже иногда так делаю. Я вообще борщ делаю с квашеной капустой. В конце добавляю ее. Она такая хрустящая, вкусная, чистенький вкус получается. Но так как лето, поэтому делаю с борщевика. Она заменяет квашеную капусту и придает еще определенный вкус. Вам, конечно, это будет что-то необычное, незнакомое. Потому что сейчас в современном мире никто не делает этого блюда, оно забыто. А раньше оно было популярное, больше с борщевика. Добавим сюда томатную пасту. Можно помидоры, то есть без разницы, томатная паста или помидоры. Вот. То есть это четвертое, что придает сладкий вкус. Свой такой приятный вкус. Это, конечно же, вот сладкие. Это томатная паста или помидоры. Виднее будет больше не полный. Будет такое чувство, как будто чего-то не хватает. А так будет вообще все идеально. Все, тут, наверное, прошло всего пять минут кипения. И картошка уже сварилась махом, да? Буквально на костре это все быстро делается. Сейчас уже добавлю капусточки, чтобы знакомый вкус был. Все, сейчас быстренько. Если бы сразу все сделал бы вместе, то сейчас понадобилось, чтобы это все варилось. Картошка, потому что было бы тогда дубовое. Ну, а сейчас нет. Сейчас быстренько все это сделается. Ну, пусть она варится. Можно ее, конечно, было и зажарить. Пусть она варится. Я за это время нарежу пока. Борщевик нарежу, тоже сейчас закину сюда. И зелень потом. Буквально короткое время покипело. Сварилась капуста. Борщевик. Все, можно теперь поджарку добавлять. Все, последнее. Поджарочка и зелень. Так, зелень. У меня это зеленый лук, укроп. Также я еще сныть добавлю, так как ее изобилие. У кого нету, это не обязательно сныть. Любую зелень. Есть еще петрушка, добавляйте петрушку. Ну и, конечно, лаврушку потом тоже. Сейчас все это кинем. Сейчас порежу. Ну и всё, теперь бочко готов. Можно накрывать на стол. Я еще, так как я любитель остренького. Я еще сюда добавлю перчик. Красненький, черненький Сметанки Или майонеза можно добавить И будет просто Супер вкусный борщ Попробуйте Это то, что сейчас Необычно для людей Вкус такой Непривычный для нас Для современных людей Привыкших питаться В магазинах Покупать магазины Но это действительно Очень вкусно и полезно Поэтому попробуйте, не пожалеете